Продолжение следует... Здравствуйте. На самом деле вопрос этот актуальный был всегда, буквально еще даже с 90-го года. Он был всегда актуальный, просто он никогда не был по-настоящему фокусе внимания, и ему никогда, откровенно говоря, не уделялось достаточно внимания как руководством Республики Молдова. Это даже видно по тем институциональным и административным ресурсам, которые выделены на решение этого вопроса. Штат-бюро 15 человек. Это всегда было самое маленькое ведомство во всем молдавском правительстве, что даже не говоря о том, что оно не является министерством, а лишь бюро в составе госканцелярии. Ну и тем более значимость этой проблемы и вообще какие угрозы несет сам факт неурегулированного конфликта на территории нашей страны, не очевидны для широких масс. Но это просто все в словно поверхность, буквально с первого же дня войны, когда молдаване массово начали делать чемоданы в самом прямом смысле этого слова. Некоторые уехали, некоторые из них вернулись. Но тот факт, что люди до сих пор чемоданы не распаковали, все об этом говорят, показывает, что люди очень остро восприняли эту ситуацию и наконец-то вспомнили, да, что у нас тоже есть неурегулированный конфликт, есть некие там схожие моменты, которые сближают эту ситуацию с Донбассом, хотя, конечно, разница еще больше. Но тем не менее. И вырос уровень внимания граждан, молдов и жителей нашей страны к этому вопросу. Возникает все больше вопросов, в том числе, а что же там происходит? И не менее важный вопрос, а что делает руководство страны, что делает власти для того, чтобы как минимум обезопасить нас от возможных рисков и поддержать мир в нашей стране, оградить нашу страну от войны? И я продолжаю этот вопрос. Что мы будем делать дальше для того, чтобы решить этот конфликт и снять эти угрозы вообще с повестки? Ну, все-таки вот на уровне центральной власти в Кишиневе были какие-то высказывания, которые можно было интерпретировать, но официально не говорится о том, что оттуда исходит какая-то опасность. Вы считаете, такие заявления не делаются об опасности или угрозах, чтобы не навредить? Или власти что-то знают, но просто не хотят все эти парни? Нет, ну тут есть нюансы, думаю, стоит пояснить. С одной стороны, непосредственных угроз или непосредственных признаков того, что, давайте очень просто скажу, что вот завтра те военные, которые находятся в Приднестровье, будь то российские военные или Приднестровские, так называемые, вооруженные формирования, вот перейдут Днестр и атакуют Кишинев, риски этого близятся к нулю в обозримой перспективе. Но это не значит, что не существует угроз для нашей безопасности. Во-первых, потому что идет война буквально на наших границах. Одесская область обстреливается регулярно, буквально вот вчера, насколько мне известно, был самый свежий ракетный обстрел в Венеции, опять же, недалеко от наших границ. То есть все это создает атмосферу отсутствия безопасности для нашей страны. Но кроме этого, на примере Украины в феврале этого года, до этого еще в 2014 году, на примере Кавказа, Южного Кавказа осенью 2020 года, я говорю, второй армяно-азербайджанской войне осенью 2020 года, все это показывает, тем, кто хочет видеть, тем видно, что неурегулированный конфликт — это потенциальная война. То есть этот риск, он существует, он может быть больше, меньше в зависимости от внутренней динамики конфликта, в зависимости от более широких региональных процессов. Но риск остается, и он будет оставаться. То есть наша страна находится постоянно под воздействием этих рисков, и так будет до тех пор, пока конфликт не будет окончательно решен. Вот вы сказали, что российские войска, которые находятся на левом берегу Днестра, маловероятно или близится к нулю такая вероятность о том, что они смогут пересечь реку Днестр, напасть на правый берег страны. И все-таки на протяжении стольких лет звучит призыв о выводе российских войск. Да, безусловно. Речь идет о политическом призыве все-таки, или это опасность в актуальном контексте, в понимании Приднестровья сейчас неактуально, невыгодно, образно говоря, тому режиму, который существует в Приднестровье. Вот что думает, на ваш взгляд, потому что у нас мало доступа спросить, маловероятно, что мы спросим напрямую лидера, например, Террасполя, что он думает о возможном, не дай бог, конечно, нападении на правый берег. Выгодно ли Приднестровье дестабилизация сейчас? И почему нет или да, вот если вы можете объяснить. Ну, у вас очень много вопросов в одном вопросе. Давайте по порядку. Во-первых, вы сказали, что российские военные не смогут пересечь Днестр. Это не так. Вот как раз пересечь они его могут. И на протяжении последних лет, начиная с 2015 года, учения по форсированию, причем в том числе и совместные российско-приднестровские военные учения по форсированию реки Днестр, проходили ежегодно. Лишь в этом году их не было. Еще, я думаю, и не будет. Учитывая контекст, учитывая войну, если вдруг россияне с преднестровцами решат с бронированной техникой пересекать Днестр, это будет такой первый шаг к началу вооруженного конфликта. Здесь, то есть, дураков нет, все понимают. Я думаю, что россияне в этой ситуации воздержатся от таких шагов. Поэтому пересечь могут. Уже сам факт того, что начиная с 2015 года ежегодно такие учения проводятся, то есть это уже по сути является угрозой, значит, что планы такие отработаны. Другой вопрос, зачем им это делать? Смотрите, сложилась такая ситуация, что то, что для Приднестровья всегда, вот на протяжении этих трех десятков лет было зонтиком безопасности, вот это российское военное присутствие, которое давало какие-то гарантии Приднестровью, что они не будут атакованы в военном смысле этого слова. Республика Молдова, вот этот вот зонтик и вот эта вот иллюзия безопасности, которая им создавалась, начиная с 24 февраля 2022 года, неожиданно для приднестровцев стала уязвимостью. Уязвимостью для этого региона и для этого режима, потому что по факту в масштабах текущей войны между Российской Федерацией и Украиной, в масштабе тех сил, которые задействованы в этой войне, вот это вот военное присутствие в полторы тысячи человек, из которых 90 с лишним процентов являются местными жителями, перенестровцами с российскими паспортами, это контрактники, для которых это просто работа и которые никак не подготовлены в плане обучения, в плане оснащения, никак не подготовлены для ведения настоящей войны, но зато это военное присутствие привлекает очень много внимания из Кишинева, внимание Кишинева, внимание Киева, внимание Европы и внимание США, но в первую очередь Украина, конечно, вот чье внимание больше всего беспокоит Терраспорт, больше всего беспокоит российских военных в Приднестровье, то есть внимание привлекает нежелательно и вызывает некую нервозность в Киеве, да и в Кишиневе тоже, а с другой стороны, по сути, безопасность обеспечить не может, в том случае, если все пойдет по непредсказуемому сценарию и произойдет эффект распространения войны, не дай бог, конечно, на территории Республики Молдова, будет оно и Приднестровский, регион на правообережье, тут уже неважно, будет Нестор никого, ни от чего не оградит и не защитит. Те сообщения и заявления, которые звучат сейчас в Террасполе по поводу так называемого консульского отдела в Террасполе, он был открыт незаконно с точки зрения конституционных властей еще в 2013 году? С любой законной точки зрения, с любой точки зрения национального законодательства, с точки зрения международного права, да, этот так называемый пункт выездного консульского обслуживания был открыт без согласования, без разрешения Министерства иностранных дел Республики Молдова, соответственно, является незаконным. То есть тут двух интерпретаций быть не может. Да, и в этом контексте вот мы видели, мы вас спрашивали, но сейчас вот в контексте этой передачи, растолковать те заявления, которые уже дважды были сделаны господином Красносельским, лидером Террасполя, сначала на встречу с послом России, а сейчас с представителем Российской Федерации господином Трепицыным, который был в Кишиневе Террасполя, чуть ли не ультиматумы ставятся российскому руководству, лидерам Террасполя о том, что вот граждан, российских граждан в Приднестровье забывают, игнорируют и практически вот не будет той связи с Россией между гражданами, российскими гражданами Приднестровья, которая была до сих пор из-за вот такого отношения. Как нам понимать эти сообщения и действительно ли что-то поменялось вот в отношении Террасполя к Москве? Нет, в отношении Террасполя к Москве ничего не поменялось. Это достаточно забавная такая ситуация, если вдуматься и понимая реалии России, реалии того, как работают государственные институты в России и как формируются отношения, вертикальная власть и как бы это все встраивается в Приднестровье. Это забавная ситуация, если ее воспринимать буквально. Поэтому давайте не будем ее воспринимать буквально. Красносельский не может и не будет ставить ультиматумы России. Давайте просмотрим последовательность событий. В пятницу, в прошлой неделе, Красносельский 10 минут отчитывает посла Российской Федерации, при этом тщательно отводя взор от посла. Он смотрел в стол, он смущался, ему было неудобно, ему было стыдно таким тоном разговаривать с послом, но он был вынужден делать это, пресс-служба все 10 минут, 11 минут снимает вот это непотребство и потом еще и публикует. Это все не происходит случайно, это не происходит просто так. И уже буквально на следующий же рабочий день, уже в понедельник, на этой неделе, буквально в следующий рабочий день запущена цепочка последующих событий в Москве, когда спикер Госдумы Володин в срочном порядке поручил, почему-то сам не подписывает обращение в МИД Российской Федерации с требованием прояснить эту ситуацию, хотя мог бы. Просто скажи, тебе подготовят такой запрос и ты его через час, через полчаса подпишешь. Нет, сначала публикуется указ председателя Госдумы о том, что он поручает руководителю комитета Константину Затулина сформировать такой запрос. Это игра на публику. Дальше, в тот же день и еще до этого, уплономоченный по правам человека Российской Федерации, вдруг после многочисленных, скажем прямо, обращений Приднестровского так называемого, уплономоченного по правам человека, по его отсутствию, по их отсутствию на самом деле, вдруг российский коллега, так сказать, отвечает на этот запрос и говорит, я беру под контроль этот вопрос, мы будем разбираться, почему права российских граждан нарушаются. Это все шоу постановочное, ну как, это гораздо серьезнее, гораздо опаснее, на самом деле, чем просто шоу, но это спланированная операция. Красносельский сам с такой инициативой не выступал и вряд ли сам писал себе это выступление, ему его писали. Вся эта вот последовательность реакции в Москве аж на уровне председателя Госдумы Российской Федерации, который вдруг отвечает на шантажи, на угрозы Красносельского. Ну это смешно, на самом деле. Ну вот писали в Москве, мы так понимаем, это заявление и эту речь для Красносельского в самой Москве. Или с координацией с Москвой. Это, скажем так, это инициатива Москвы, и на самом деле вся вот эта вот постановка, это не взаимоотношения Террасполя и Москвы, это сигналы Москвы и Кишневу. Мы много, а на самом деле этой проблеме, скажем так, или запросам Российской Федерации на открытие полноценного консульства в Террасполе, этим запросам уже лет 20 почти, и это, то есть это история долгоиграющая, Кишнев всегда отказывал, причем не в принципе, не в принципе. Условия были всегда вполне четкие и понятные. В условиях неурегулированного конфликта, в условиях того, что Кишнев не контролирует эту территорию, это невозможно. Мы не можем обеспечивать соблюдение Венской конвенции, обеспечивать безопасность этого дипломатического представительства. Давайте урегулируем конфликт, восстановится законная в Лазвилево-бережье Днестра, и тогда давайте обсуждать этот вопрос, каким образом обеспечивать консульское обслуживание в Террасполе, в течение вопроса. Вот, а сейчас Москва четко говорит Кишневу, мы будем решать этот вопрос с вами или без вас, с вашим согласием или без вашего согласия. Вот в чем интересы Москвы здесь? Почему нужно, во-первых, почему нужно прикрыть и разыграть вот такой вот сценарий? Почему напрямую не выступили? Вот мы вспомнили, что консульство давно не работает, согласно запросам, огромным очередям. Что вот Москва, вот очень четко, чтобы было понятно людям, которые не следят, что Москва здесь может выиграть от открытия этого консульства? Тут мы подходим к самому такому тонкому и самому неприятному моменту. Что изменилось и почему сейчас? Да, вечные такие вопросы. Почему сейчас? И чаще всего на вопрос, почему сейчас не существует никакого, это просто так случилось. Но не в этом случае. Не в этом случае. Сейчас то, что изменилось и что произошло, идет война в Украине. Идет война в Украине, которую нельзя рассматривать просто как отдельный эпизод, как отдельный инцидент, как некие разборки между Путиным и Зеленским. Это в корне не так. Война в Украине является лишь частью, давайте так, если даже не оформленных планов, этого мы не знаем, но как минимум амбиции Владимира Путина восстановить в той или иной форме Советский Союз. А Советский Союз не ограничивается Россией и Украиной, как мы знаем. Произошла консолидация еще большей слияния России с Белоруссией. Произошли очень интересные события в Казахстане в начале этого года. Происходят события в Кыргызстане, в Таджикистане, в Туркменистан зачастили с высокими визитами руководства Российской Федерации. Все это не просто так. Если вы посмотрите на карту Старого Советского Союза и посмотрите на территории каких из стран, бывших советских республик, еще нет российских войск, вы удивитесь, насколько это короткий список. Ну, давайте, кроме Балтийских стран, которые являются членами НАТО, а так российские войска есть уже практически везде, в том числе и в Азербайджане. И я продолжу здесь. То есть, вот в этом контексте нужно рассматривать это все. Россияне защищают, в кавычках, соответствующими кавычками, я цитирую, защищают права и интересы российских граждан и соотечественников. И причем инструментарии, которые они используют, они используют по своему усмотрению, от дипломатических демаршей и до откровенной войны. И поэтому то, что происходит. Вот эта вот постановка с вопросом консульского обслуживания в Пенестрове стоит рассматривать именно в этом ключе. И не зря и в этой постановочной речи Красносельского, 10-минутной, и дальше в тех документах, новостях, которые были опубликованы в Москве, говорится не только о консульском обслуживании в смысле продления паспортов. Везде также четко указано вступление в российское гражданство. Да, 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 еще и упрощение. Упрощение Красносельское делает такую завуалированную отсылку на Донбасс. Вот на Донбассе вы раздаете эти паспорта налево и направо. Поэтому это все на самом деле очень серьезно. Пока что это некий потенциал. Никто не говорит, что уже запущено. Я, кстати, чтобы, во-первых, конечно, не сеять панику, но вот по самым таким пессимистичным прогнозам, каков план Путина по поводу Приднестровья? На что рассчитывает? Я не думаю, что этот план окончательно оформлен. Поэтому я и оговаривался, что скорее амбиции. Очень сильно все зависит от того, от хода войны в Украине. Очень многое также зависит от процессов, которые даже находятся вне нашего региона. Я говорю о Ближнем Востоке, Северной Африке, о Центральной Азии. И в ряду этих вопросов, вопрос Молдовы и Приднестровья, в частности, не является самым приоритетом ни в первой тройке, ни в первой десятке. Но тем не менее он ездит в повестке. И поэтому я тут подчеркну. Эта постановка, этот вопрос в консульстве, консульского обслуживания, он, на мой взгляд, не означает запуск неких необратимых процессов, последовательных шагов и действий со стороны Российской Федерации. Это угроза, такая завуалированная угроза. Это психологическое и политическое давление на Кишинев. А давайте еще вспомним про сотни звонков о заложенных бомбах, которые вот эта вот вся эпопея уже сколько недель длится. И буквально сегодня утром я проезжал по центру города бомб тех, стояло перед зданием Примарии. Я еще не успел смотреть новости, но ты понимаешь, что Примария и Примарии тоже заминировали. И не только. То есть это вот в этом контексте тоже надо рассматривать. Это происходит серьезное, массированное и систематическое, психологическое, политическое, я уже молчу про экономическое и энергетическое давление на Республику Молдову. Дальше Российская Федерация будет соизмерять свои последующие шаги. Помимо тех факторов, которые уже говорил, регионального масштаба, будет соизмерять с действиями и реакцией Кишинева. Поэтому пока что это некая потенция, некий потенциальный сценарий, который может быть реализован или может быть не реализован. В этом контексте хочу вас спросить по поводу заявления Красносельского. Пресса не особо, ну мало кто вытащил это в новость, но на самом деле такие заявления редко делаются в Террасполе. Красносельский призвал стороны формата 5 плюс 2 подписать документ о гарантии безопасности и заявил о том, что втягивание Приднестровья в войну может быть опасной и даже фатальной для всей Европы. Опять же, это посыл кому? Кишиневу, другим странам, которые находятся в окружении, в частности в Украине и, возможно, Румынии. И что означает, как расшифровать, на ваш взгляд, вот такие заявления? Есть ли в них угроза? Давайте разберем по пунктам, потому что это выступление Красносельского, это еще более забавно, чем предыдущий. Да, и, кстати, оно было сделано перед главным переговорщиком, представителем России, господином Трепицыным на встрече. И в присутствии посла Российской Федерации в Кишиневе. Да, это тоже забавно. У меня тут несколько вопросов, потому что это... Мне кажется, в Террасполе просто не подумали. Во-первых, я уверен, что это чисто и терраспольская инициатива. То есть она настолько несуразна и настолько неуместна, что мне сложно заподозрить, что в никаких московских кабинетах могла родиться такая идея. Для Террасполя, да, сойдет. То есть, смотрите, когда Красносельский... Нет, не то, чтобы кто-то не разделяет озабоченности в связи с отсутствием безопасности в нашем регионе, там, риски войны и так далее. Это все понятно. Но то, что он предлагает, и то, как он это представляет, и кому он это говорит, вот тут начинаются несуразности. То есть, когда Красносельский говорит двум российским послам, что мы не чувствуем себя в безопасности, нам нужны гарантии безопасности и подписи всех. Он что этим хочет сказать? Что российские военные, которые находятся в Приднестровье и так называемые миротворцы, не обеспечивают эту безопасность? Нет, ну, как мы уже говорили, не то, чтобы они на самом деле ее обеспечивали. Ты же не можешь прямо сказать, ну, в смысле, ты, находясь в кресле Красносельского, сказать двум российским послам, по сути, по сути, так, то, что между срок, ваши военные нас не защищают. Ну, это как-то не очень умный шаг. То есть, что-то здесь пошло не так. Ну, хорошо, ладно, следующий вопрос. Приднестровье не ощущает себя в безопасности, чувствует угрозы, давайте посмотрим, от кого, да? И вот требует, что вот это вот, все участники 5 пресс-2, чтобы подписали документы о таких гарантиях. Все это, Приднестровье тоже, или все остальные, ОБСЕ, который, как бы, международный совещательный орган, который, ну, какие может дать гарантии безопасности. Ладно. Откуда могут быть угрозы? Со стороны Республики Молдова? Вряд ли, потому что сам Красносельский, буквально неделю назад, и далеко не в первый раз, и не просто так, а буквально, давая интервью российской прессе, сказал, что он убежден, что Майя Санду не вынашивает никаких агрессивных, там, военных планов по отношению к Приднестровью. Я сказал Красносельский неделю назад. Повторюсь, не первый раз еще и российской прессе. То есть он не рассматривает Кишнев в качестве такой угрозы. Кто еще? Значит, Украина, да? Хорошо, тогда я продолжаю свой перечень вопросов. Если это Украина, опять же, говоря об этом российским представителям, Красносельский на что намекает? Что у него есть сомнения в том, что так называемая специальная военная операция закончится победой для Российской Федерации. Потому что, если она, не дай бог, закончится победой, то кто ему из Украины будет угрожать? Это же россияне, российские войска? Не, ну, согласен, как бы я и все, думаю, в нашей стране также ощущают эту угрозу именно со стороны российских вооруженных сил, никаких других. Но все это просто настолько несуразно, настолько не клеится, что я пытаюсь найти хоть какое-то логическое обоснование тому, что это было и к чему он это сказал. И у меня возникает такая мысль, а может быть, это не некая такая провинциальная наивность, непродуманность этого Демарча, а может быть, это такой есть тонкий смысл в том, что, когда он это говорит, и впервые он озвучил эту инициативу именно российским дипломатам, может быть, он намекает на то, что в первую очередь под таким гипотетическим документом он хотел бы видеть подпись именно Российской Федерации, потому что, может быть, Приднестровье ощущает наибольшую угрозу безопасности для себя именно со стороны Российской Федерации. Он так сигнализирует, у нас все хорошо, не надо нас освобождать, потому что они прекрасно знают, чем заканчивается освобождение и защита прав российских соотечественников российскими вооруженными силами. Война, разрушение, освобождение страны, ее граждан, живых людей, освобождение живых людей от их имущества и мирной жизни, они это все прекрасно понимают. Я думаю, ну, единственное, какое-то логическое обоснование, оправдание тому, что это было, я вижу только так. Вот очень кратко попрошу вас ответить и продолжим мы эту тему после небольшой паузы. Вот если в нескольких предложениях можно ответить, сейчас Приднестровью, не жителям Приднестровья, а режиму там, выгодно оставаться в том статусе, в котором оно находится, объединиться с Молдовой, с правым берегом Днестра, или все-таки получить независимость и дальше присоединение к России. Вот из этих трех вариантов, может быть, есть еще какой-нибудь? Их больше, да. Их больше. Самый предпочтительный вариант для Приднестровья, это, конечно, возрастение статус-кво до 24 февраля. И не нужно никакое признание. Вот непризнанный режим с 460-километровым куском приватизированной границы, которую по-настоящему никто не контролирует. Контрабанда, бесплатный российский газ, замечательно, никакого контроля, никакой подотчетности перед законными властями, никакой подотчетности перед международным сообществом. Замечательно. Это то, что им нужно. Дальше их нужно убедить в том, что, во-первых, это не вернется. И это задача Кишнева. Это вопрос обеспечения нашей целостности, нашей безопасности в будущем. Задача убедительных в том, что вот эта ситуация не вернется, забудьте про это. И любой другой сценарий, кроме реинтеграции, возвращения в законное поле Республики Молдова, будет для них хуже. Единственным реальным средством является воссоединение страны. Это наша задача убедить. Разложить им весь этот расклад на столе и убедить. О том, предпринимают ли на ваш взгляд действующие власти и нынешние вице-премьеры по реинтеграции, все необходимые меры и другие темы, обсудим через несколько минут после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире программа «В центре внимания». Продолжаем дискуссии. Господин Флинке, мы остановились с вами по поводу того шанса, о котором говорят некоторые эксперты, сейчас начать то самое преднестровское урегулирование, которое не удавалось на протяжении 30 лет. Не знаю, но если вы решите комментировать действия нынешнего вице-премьера по реинтеграции, не будем обсуждать конкретно Олега Серебряна о том, как сейчас поступают ответственные власти, насколько видны их действия. Вот с 24 февраля воспользовались ли они и пользуются ли этим шансом, и видят ли они его, на ваш взгляд, для того, чтобы начать это преднестровское урегулирование и договариваться с Тирасполем? Ну, нужно признать, что с первого дня войны в Кишиневе на уровне руководства, ну или, по крайней мере, так это выглядело со стороны, было некоторое оцепнение, и, ну, потому что, собственно, что делать? Ситуация для нашей страны беспрецедентна. И буквально тогда же, в первой ситуации, я имею в виду война, ожидаемый поток беженцев, и бог его еще знает, какие последствия, которые нужно просчитать, если не в течение часов, то хотя бы в течение дней. Видимо, эта задача все-таки заняла большее время для руководства нашей страны, поэтому некоторые действия, решения, на мой взгляд, были приняты с неким опозданием. По некоторым важным решениям, мне кажется, или вопросам до сих пор не принято какого-то внятного решения. Но сейчас уже со всей очевидностью если вот не война, то как минимум получение молодого статуса кандидата на вступление в ЕС не оставляет больше отговорок и врагов для того, чтобы и дальше откладывать окончательное решение приднестровского вопроса, приднестровской проблемы. Потому что, ну, очевидно, что кандидатам и не просто так, для того, чтобы гордиться и радоваться этому статусу. Это лишь средство для того, чтобы достичь самой важной цели, да, вот вступить в Европейский Союз, стать полноправным членом. Очевидно, что с нерешенным конфликтом, и тем более с российскими военными, на территории нашей страны перспективы этого туманны. И поэтому сейчас у властей двойные обязательства по отношению, в первую очередь, к своим гражданам. Потому что, ну, есть обязательства государства просто обеспечивать безопасность своих граждан, в том числе и в первую очередь в нашей стране, урегулировав эту проблему, этот нерешенный конфликт, просто тысяч военных, которые либо являются российскими, либо являются вообще не подконтрольными никому, по сути. Но, кроме этого, есть еще обязательства, появилось обязательство государства не препятствовать реализации желания большинства нашего населения вступить в Европейский Союз, лишь из-за того, что мы не смогли решить полиэстровский конфликт. Вот в этом контексте хотел бы напомнить, и вы даже опубликовали в своем телеграм-канале по поводу заявления Олега Серебряна на встречу с господином Боррелем. Он заявил о том, что статус страны кандидата на вступление в ЕС поменяло подходы вообще преднестровского урегулирования, и что преднестровское урегулирование и интеграция в Европейский Союз это два национальных приоритета. Как поменяли подходы вот эти процессы на пути евроинтеграции, и что может помешать или, наоборот, ускорить этот процесс именно в контексте того, что мы теперь страна-член, страна-кандидат на членство в Европейский Союз? Я могу, понятно, лишь загадываться и интерпретировать, что имел в виду вице-премьер Серебрян, но, на мой взгляд, он именно это имел в виду, что сейчас у государства появились дополнительные обязательства, и что сейчас у нас появились, в принципе, и новые инструменты, и новые возможности. И мне кажется, здесь он где-то подспудно имел в виду и новый геополитический контекст, новый контекст региональной безопасности, война. Это означает, что внешние партнеры будут больше вовлечены в этот процесс и как-то будут двигать все необходимые... Нет, партнеры не будут двигать, партнеры могут лишь поддерживать нас и помогать нам очень сильно. Нужно очень четко понимать, что как в вопросе урегулирования Приднестровского конфликта, да и в любом другом важном вопросе развития нашей страны. Реформа юстиции, привлекательный инвестиционный климат, защита прав человека, безопасность каждого гражданина. Это не то, что придет, если нам сделать. Или США, или Российская Федерация. Это то, что мы должны сделать, и то, если мы будем действовать, в той мере, в которой мы действуем, в той мере мы получаем поддержку наших партнеров, поддержку политическую, финансовую, институциональную, экспертизой, какую угодно. Но для того, чтобы они... Грубо говоря, мы должны помочь им, помогать нам. А для того, чтобы мы могли это сделать, мы должны для себя определиться, что мы делаем, как мы это делаем, то есть каким образом, и что нам для этого нужно, какие ресурсы нужны. Как вы считаете, нынешние власти, нынешнее руководство, бюро по реинтеграции, вице-премьеры определились с этими приоритетами? И не чувствуете ли вы какое-то опасение, такая осторожность во всех высказываниях, даже на то, что наши запросы порекомментировать ситуацию с консульским отделом, дали общую информацию о том, как граждане могут получить молдавское гражданство на территории левого берега Днестра. То есть, по крайней мере, мы замечаем очень такую осторожную риторику в отношении Террасполя, не высказываться, не комментировать. Используются, на ваш взгляд, вообще вот те приоритеты, которые были хотя бы так на бумаге установлены при приоритетах? Все вопросы, связанные с приднестровской проблемой, даже на первый взгляд, вопросы сугубо технические. Это вопросы, решения которых требуют очень серьезной политической поддержки из парламента и из президентуры. А для формирования такой поддержки нужно некое консолидированное политическое решение на высшем политическом уровне. Поэтому бюро, с одной стороны, бюро реинтеграции, допустим, при всех своих ограничениях, что касается статуса, то есть, даже не министерства, и очень скромного штата, ну, численно. Тем не менее, я хорошо знаю этот коллектив, я хорошо знаю эту команду. Там есть институциональная память и там есть опыт. Там есть большой опыт. То есть, там есть, по сути, есть инструмент, который позволяет принять информированные, взвешенные политические решения. Но эти решения принимаются не в бюро. И эти решения не могут приниматься единолично, лишь вице-премьером по реинтеграции. Они должны разрабатываться, предлагаться на рассмотрение руководства страны, но приниматься они должны именно коллективно, консолидированно всем политическим руководствам страны. И когда такие решения есть, можно двигаться вперед достаточно быстро, особенно сейчас, учитывая контекст. Но сейчас, получается, на высшем уровне руководства страны пока нет определенности по поводу этой проблемы. Или, вы считаете, готовится какой-то план с конкретными действиями. И вот, кстати, то, что вы затронули, это не первый вице-премьер, бывший вице-премьер, который говорит о том, что нету министерства, нету, кроме бюро по реинтеграции, которого нету статуса министерства, нету той команды, которая работала бы, например, как министерство экономики. Хотя всегда все власти объявляют на национальной задачей объединить страну, два берега днестра, левый и правый. Вы затронули очень такие болезненные вопросы функционирования, вообще функциональности молдавской государственной и бюрократической машины. Бюрократические в хорошем смысле этого слова. Понимаете, государственная политика, которая выражается в том числе и в администрировании бюрократических ресурсов, административных ресурсов, является всегда результатом принятия политических решений и компромиссных чаще всего. И поэтому так получается, что на какую бы программу деятельности правительства вы ни посмотрели, то есть любого правительства, всегда пренестровский, назову буквально одним или двумя исключениями, пренестровский вопрос на самом последнем месте, то есть сразу спокойно берешь план деятельности правительства, открываешь последнюю страницу и ты видишь пренестровский раздел. Всегда появляются некие более приоритетные вопросы. Мы не можем расширять штат, и мы не можем сейчас вам дать больше ресурсов, потому что люди не поймут, избиратели не поймут, необходимо проводить реформы в юстиции, необходимо в экономике, в образовании, в здравоохранении, в пандемии, еще что-то. Всегда есть какие-то другие приоритеты. И самое главное, что люди, избиратели не поймут. Почему? Это же не самый приоритетный вопрос. Люди умрут от пандемии, или инвесторы не приходят, или вот у нас судьи коррумпированы. Вот эти вопросы нужно решать в первую очередь. Ну, знаете, истина заключается в том, что все вопросы равной степени приоритетны. И мне кажется, очень большое заблуждение, тут две мысли. Во-первых, очень большое заблуждение, что можно будет побороть коррупцию в Молдове, не занимаясь пренестровским вопросом, не решив эту проблему. Потому что, если подумать о тех миллионах, десятках миллионов неучтенных грязных денег, которые перетекают с того берега на этот, и поддерживают здесь тот режим, который удобен для шерифа, для поддержания их бизнес-схем, контрабандных схем, не решают тот вопрос, к примеру. Здесь коррупцию и проблему юстиции не поборешь. Это со всей ответственностью это я являю. А во-вторых, как же решить вопрос того, что избиратели не поймут, а вот избиратели, тут уже эта задача и ответственность политиков и государственных лидеров объяснять и принимать непопулярные решения, а то, чтобы принимать, нужно объяснять людям, своим избирателям и тем, которые не являются своими избирателями, что на самом деле сейчас важно и почему мы этим будем заниматься. Давайте один пример, один очень наглядный пример. Что сейчас является, ну сейчас давайте так, не с начала войны, а вот последние два года, последний год, что является самой приоритетной задачей для Республики Молдова? Судя по новостям, по вопросам общественного мнения. Энергетическая безопасность сейчас обсуждается. Давайте я потом сказал, не с начала войны, а вот давайте так, 12 месяцев назад, борьба с бедностью обычно, все социальные программы всегда. Реформа вестиции, искоренение коррупции вестиции и искоренение коррупции. То есть, начиная с 19-20 года, все опросы общественного мнения показывают, что вот это вот то, чего люди ожидают больше всего, и просто посмотрев по ряду телеканалов, выпуски новостей, в принципе, все об этом. Почему? А потому, что эти два приоритета были заявлены как самыми большими препятствиями для развития нашей страны, той политической силой, которая победила в двух выборах подряд, в президентских и потом в парламентских. то есть, человек-избиратель транслирует в вопросах общественного мнения в том числе, то, что он или она услышали от того политика, от того лидера, которому они доверяют, отдали свои голоса. Поэтому, если можно убедить людей из-за российских идеи того, что коррупированная юстиция, неэффективная прокуратура и прочее, и прочее, препятствует развитию нашей страны, с такой же эффективностью можно, ничуть не кривя душой, ни в чем не обманывая, объяснить людям, почему нерешенность этого конфликта мешает развитию нашей страны, почему безопасность каждого находится под угрозой того, что конфликт не решен, и, соответственно, почему необходимо инвестировать ресурсы интеллектуальные и административные для решения этой веры. То есть, это выполнимая задача, это лишь задача, которая очевидна, которую надо решить, которую возможно решить. По поводу складов колбасни, также в контексте безопасности, вот даже говорилось о каких-то угрозах, когда были эти взрывы, постоянные какие-то инциденты в Тирасполе, мы знаем, вообще, Кишинев на официальном уровне знает, что там сейчас происходит, и насколько, вот даже было несколько заявлений, даже было и господина Лаврова о том, что готова и Россия, насколько реально вот хотя бы эту проблему сейчас решить. Может быть, она тоже не будет выглядеть как то, чего ожидают сейчас люди в контексте всех проблем социальных, экономических, но все же это действительно прямая, любой человек понимает, что те боеприпасы, которые там хранятся, это в любом случае угроза безопасности. Большая часть, то есть только половина находящихся там боеприпасов, это еще производство 30-40-х годов прошлого века, и очевидно, что какие бы там идеальные даже условия хранения неба, они там далеко не идеальные, у всего есть срок годности, и в какой-то момент просто из-за малейшего инцидента взрывчатка может задетонировать, то есть как бы, ну все это понимают. Смотрите, есть достаточно хорошие оценки, то есть неправильно было бы говорить, что мы вообще не представляем, что там, хотя можно прикрыться этим, потому что, откровенно говоря, последний раз независимые оценки того, что там было, независимые оценки это непосредственно представители ОБСЕ, которые по согласованию всех тогда мониторили процесс вывоза и утилизации боеприпасов в конце 90-х, в начале 2000-х, вот после марта 2004-го года кроме российских военных никто эти склады не видел, никто из специалистов, то есть срежиссированные визиты там послов некоторых избранных послов, которых там провели, показали что-то и потом организовали банкет на природе, это не в счет, а визиты со стороны специалистов с марта 2004-го года ничего не было, но тем не менее есть картинка того, что точно там было на тот момент, эти данные есть, есть данные и оценки, и фактологические данные о том, что оттуда пропало, о том, что оттуда было вывезено за последние 18 лет уже, поэтому есть достаточно достоверные оценки того, что там находится, и есть хорошо проработанные, скажем так, оценки, не только возможных последствий в случае инцидентов, но и оценки того, какая работа предстоит для того, чтобы эти склады там больше не находились, и это колоссальная работа, которая затянется на годы. Сейчас хотя бы начато что-то, на ваш взгляд, начато хотя бы какие-то действия на декларативном уровне со стороны нынешней власти, которая вот уже год, как есть. Сейчас в условиях войны в Украине что тут сможет делать, кто тут разрешит российским военным и спецам, без которых это не может быть сделано, потому что это их имущество и их ответственность вывести и утилизировать это, причем сделать это транспарентно и безопасно, то есть транспарентно в первую очередь для Кишнева, для Республики Молдова, страны, на территории, в которой это находится, и транспарентно для всего ОБСЕ, то есть для остальных 56 государств участников. И в условиях войны и российской агрессии в Украине, кто сюда пропустит как бы себе это представляет, опять же, вывоз боеприпасов через территорию страны, охваченную войной. Понятно, что, к сожалению, все это не война, она, по сути, то есть без каких-либо оговорок, это ужасно и плохо. А тут еще вот одним из эффектов является то, что, к сожалению, вопрос утилизации вывоза этих боеприпасов никак не решается. Ну, просто это сейчас невозможно. Невозможно. Очень кратко хотел бы еще с вами обсудить по поводу закупки вооружения, которым часто говорится, может быть, оппозиция это больше критикует и предоставляет разную информацию, что сейчас происходит. То есть закупка Молдовы? Да. Нет, насколько я понимаю, речь идет о возможной помощи, не у закупки, не настолько мы богатыми. Получение в качестве помощи. Оппозиция говорит о том, что Молдова собирается купить или получить и так далее. На ваш взгляд, актуальна ли тема получения вооружения в любом его виде с помощью гранта, покупки и так далее? Плюс мы знаем, что 40 миллионов, которые нам объявил Европейский Союз, как... Это нелетально. Это нелетально, в том-то все и дело. И вот это я хотела у вас уточнить. Что такое нелетально? Грубо говоря, бронежилеты, шлемы, радиостанции, инфракрасные эти аппараты, какие-то там пакеты первой медицинской помощи. Вот это такого рода. Ну, максимум транспортные средства. Чтобы люди понимали, что такое нелетальная помощь. Да, вот об этом вопрос звучал, закупка, потому что все чаще спекулируют об этом. Некоторые эксперты, представители оппозиции. Тема пугает людей. Вот на ваш взгляд, что на самом деле нам нужно обсуждать с внешними партнерами в плане безопасности. И как должна выглядеть та самая модернизация армии, о которой говорит в том числе и президент страны. Давайте сначала поговорим о том, что пугает на самом деле людей. Потому что, я думаю, что, мягко говоря, будет натяжкой говорить о том, что вооружение национальной армии, переоснащение ее пугает граждан Республики Молдова. Ну, может быть, процент доверия граждан Молдовы к национальной армии в соцопросах не самый высокий, потому что все понимают ее военный потенциал, точнее отсутствие. Но и опасений или недоверия тоже нет. То есть, не это пугает. Давайте, как говорится, будем зреть в корень проблемы. Чего боятся жители Молдовы? Чего боятся граждане нашей страны? Они боятся войны, они боятся того, что здесь начнется война. Причем, у каждого могут свои страхи, кто-то боится освобождения, опять же, в кавычках, со стороны российских войск, кто-то там боится, не знаю, вторжения НАТО и войны между Россией и НАТО на территории нашей страны. Но так или иначе, страхи связаны с тем, что в нашей стране будет война. Вот с чем связано. Не с тем, что мы получаем... Ну, вот, наверное, слышали, как интерпретируется, если Молдова начнет вооружаться, образно говоря, тогда это может спровоцировать реакцию или России, или Украины, в зависимости от политических и идеологических взглядов. Ну, спекуляции разные. Вот у нас самая большая проблема. Это и... Сейчас, извините. Проблема-то в чем? Это очень хорошо иллюстрирует и поясняет, почему Молдоване, опять же, в вопросах общественного мнения высказываются против НАТО. НАТО — это не то, что беспокоит как таковое большинство, не всех, но большинство жителей нашей страны. Их беспокоит. То есть каждый человек же понимает... Мы буквально пару недель назад отначали памятную дату массовой депортации 49-го года. Все это живо в семейной памяти людей. Мало семей, которые были не затронуты, будь то в 40-м или 49-м году, люди помнят, что такое освобождение, опять же, в кавычках, и так далее. Вот чего люди боятся. Поэтому каждый человек, отвечая на вопрос за вступление в НАТО или против, где-то на подкорке он понимает, что если бы сегодня Кишнев сказал, мы отказываемся от неутролитета, мы хотим вступить в НАТО, вот до того, как здесь появится НАТО защищать нас, тут появятся российские солдаты освобождать нас, и люди этого не хотят. Вот с чем связаны страхи, вот с чем связаны опасения. И почему люди опасаются? Потому что никто, по сути, никогда вопросы безопасности нашей страны в среднесрочной, долгосрочной перспективе не обсуждались. В 1994 году была разработана и принята конституция, мы нейтральное государство, все поставили точку на этом вопросе, и вопросы безопасности просто не были в повестке до начала войны в Украине в 1922 году, или не до второй фазы, это именно в 1914 началась. Не обсуждались никак, ни одна политическая сила никогда серьезно не подошла к этим вопросам, и не инициировала, никакой делок, и не пыталась никак объяснить гражданам, каким образом государство будет обеспечивать безопасность их граждан. И тот факт, что 24 февраля столько молодовских семей собрали багажи, некоторые уехали, как раз показывают, как они говорят, мы же нейтральное государство, все в порядке. Но вот уровень доверия граждан не к нейтралитету, как к таковому, а к тому, что нейтралитет может их защитить, он был показан 24 февраля. И вопрос не в том, хорошо это нейтралитет или плохо, правильный или необходимый нам инструмент или необходимый, эффективный или неэффективный. Проблема в том, что эти вот вопросы, которые сейчас задают, их никто никогда не задавал, их никто никогда не прорабатывал и не давал ответы на эти вопросы, не объяснял гражданам. А каким образом, допустим, будет обеспечена безопасность Молдовы между моментом отказа от нейтралитета и, допустим, вступление в НАТО или в любой другой оборонный альянс? Но пока власти говорят о том, что нейтралитет сохраняется, но при этом, как сказал господин Гроссу, что нейтралитет нужно защищать. Вот это буквально высказывание президента. Каким образом, как? То есть нейтралитет нужно понимать, что до недавних пор, вот с момента распада Советского Союза и особенно окончания войн в бывшей Югославии в 1995 году, создался в Европе некий такой хрупкий мир и баланс сил, и ситуация была законсервирована. И все это давало очень узкий набор возможностей для Молдовы, вообще для стран вроде наших. То есть или нейтралитет, или вот НАТО, по сути, вот в нашем региональном контексте. Других опций не было. Ну, нет, они и не обсуждались, что в корне неправильно. Сейчас война изменила все коренным образом. И даже если мы, как страна, примем решение остаться в рамках нейтралитета, это тоже одна из опций. Но зато в рамках даже парадигмы нейтралитета сейчас появляется очень много опций. Каким образом гарантировать и обеспечивать этот нейтралитет? Каким образом обеспечивать безопасность нашей страны, наших граждан в условиях нейтралитета? Спектр возможностей достаточно большой. Двухсторонних, до многосторонних соглашений некая многогурная структура международных договоренностей, которая бы гарантировала нашу безопасность в рамках нейтралитета. Не гарантировать нейтралитет? Нейтралитет мы сами можем гарантировать, мы его сейчас гарантируем и обеспечиваем в условиях войны, не участвуя. Что такое нейтралитет? Это не участвуешь в войне, которая не твоя, не помогаешь ни одной из вооруженных сил одной или другой стороны вооружением и тому подобным и не позволяешь транзит через свою территорию вооруженных сил, боеприпасов и так далее. Мы сами гарантируем свой нейтралитет, но гарантировать нашу безопасность в рамках нейтралитета, который мы добровольно на себя приняли, это совершенно другой вопрос и вопрос, который никогда не прорабатывался в нашей стране, к сожалению. Время пришло, вот сейчас самое время этим заниматься. Буквально две минуты в контексте европейской перспективы. Какими вы видите отношения, больше спрашиваю экономические и политические со стороны России, каким оно будет и сможем ли мы себе обеспечить энергетическую безопасность, потому что сейчас лето, но скоро приближается отопительный сезон. Будет ли это моментом шантажа и сможет ли Россия здесь использовать эти рычаги, как-то поменять то, что сейчас, как сейчас действуют у власти очень кратко. Вы задаете вопрос в будущем, на мой взгляд, во всем этом уже можно говорить в прошедшем и в настоящем. В смысле, это все происходило и происходит. Будет продолжать происходить энергетический кризис и отсутствие энергетической безопасности, неопределенной с ценами и шантаж энергетический. Это все есть. Тут что-то прогнозировать или давать. Ну смотрите, Германия сейчас на полном серьезе говорит о том, что вот если завтра, завтра должен быть опять запущен после ремонта «Северный поток». Пока что никаких подтверждений стороны Москвы о том, что он таки будет запущен, нет. По оценкам российских же опять экспертов, я думаю, я бы от этого отталкивался. Без вот этой многострадальной канадской турбины «Сименс», которую должны поставить обратно до «Северного потока», «Северный поток» сможет работать максимум 40% от своей мощности. Я думаю, не просто так российские эксперты об этом говорят. Я думаю, что Москва четко их устами обозначила. Вот что мы вам, Германия в первую очередь, дадим 40% от того, что вы ожидали. Поэтому в Германии серьезно говорят о том, что судя по всему зимой будут введены ограничения на потребление газа, вообще теплоносителей. И есть большая вероятность того, что Германия следующей зимой пройдет через то, что, допустим, мы в Молдове проходили в 90-х годах, электричество по графику, тепловое. У нас не будет электричества по часам, газ, не знаю, сосничество. У нас, как минимум, мы к этому уже, к сожалению, привыкшие, научены горьким опытом. Тут сложно говорить, что оно и как оно будет. С одной стороны, с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения инфраструктуры, вроде бы, все есть для того, чтобы у нас было электричество и газ. все будет очевидно дороже, чем оно сейчас уже. И учитывая это, или вот в тот момент, когда мы говорим, что все будет дороже, электричество будет дороже, теплоэнергия будет дороже, газ будет дороже, это перестает быть исключительно и сугубо энергетической проблемой, это становится острой экономической и социальной, даже гуманитарной проблемой. Мы должны понимать, это зимой некий процент, который мне, допустим, неизвестен, я не знаю, есть ли оценки такие, некий процент жителей нашей страны останется без тепла, будет, либо будет вынужден отказаться добровольно от тепла, либо еще там, не знаю, отрежут их, то есть люди будут мерзнуть в своих жилищах этой зимой. Это практически уже факт, это данность. А дальше уже там по цепочке проблем социальных, давайте подумаем о том, что останется от Молдавских лесов после того, как мы пройдем через эту зиму, учитывая уже и дефицит, и цены, и на древесину, и на уголь. Поэтому проблема эта никоим образом не является сугубо энергетической. Это вопрос выживания нашей страны в целом. Спасибо вам большое. Хотел бы завершить на более позитивном заключении, но посмотрим, что будет дальше. Спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, спасибо за внимание. Увидимся в эфире Публика ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова